В результате экспертного обследования ряда текстильных предприятий России установлено, что около половины действующих ткацких станков устарело. Машины эксплуатируются более 10-15 лет. Технический уровень этого оборудования не позволяет выпускать качественную продукцию. Однако из-за отсутствия средств отечественные текстильщики не могут себе позволить замену всех износившихся агрегатов новыми. Поэтому на первое место выдвигается модернизация существующего парка и производство запасных частей. Именно этой деятельностью с 1995 года занимается в Чебоксарах закрытое акционерное общество «Проэко», полное название которого «Производство и коммерция». Предприятий подобного профиля в России лишь три. Фирма молодая, ей исполнилось 7 лет, но результаты, достигнутые за это время, свидетельствуют скорее не о юности, а о зрелости предприятия и его высоком профессионализме. Свою биографию «Проэко» начинала в запущенном здании, приобретенном на аукционе. Тогда в штате числилось 16 человек, в арсенале имелось 5 станков, в прайс-листе фигурировало 28 наименований выпускаемых деталей. Сегодня производственная площадь предприятия – 1500 квадратных метров. На техническом вооружении «Проэко» 100 единиц современного металлорежущего оборудования. На участках работает около 160 высококвалифицированных специалистов с многолетним стажем. Костяк трудового коллектива составляют мастера, некогда работавшие на известном союзе заводе «Текстильмаш». С каждым годом расширяется номенклатура выпускаемой продукции. На данный момент здесь изготавливают 700 наименований запчастей к российским ткацким бесчелночным станкам СТБ и по типу швейцарской фермы «Зульцер». Причем порядка 40 наименований – это эксклюзив. В нашей стране их не производит ни один машиностроительный завод. Мы должны очень быстро и качественно реагировать на запросы потребителей, которые у нас с каждым буквально месяцем распыряются круг. И поэтому мы вынуждены работать именно по их запросам, учитывая все требования заказчика, вплоть до того, какого цвета должна быть определенная деталь. То есть для этой фирмы мы делаем детали оксидированные, для другой фирмы делаем какие-то хромированные, где-то с паской, где-то с радиусом. То есть мы пытаемся учесть все вот эти нюансы. Ну а для этого нам приходится очень тесно и оперативно работать с нашими инженерами – технологами, техническим директором. У нас постоянно идет обновление технологических процессов и, соответственно, с теми, которые изготовлены с нами и делаем. Количество деловых партнеров в «Проэконе» уклонно растет. Постоянные потребители продукции – такие крупные отечественные предприятия, как Чайковский текстиль, Ориентекс, Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат, немало заказчиков из ближнего зарубежья – Прибалтики, Молдовы, Белоруссии, а также стран бывшего соцлагеря – Венгрии, Румынии, Чехии и Болгарии. Кстати, в последнем 2000 году было открыто совместное предприятие «Проэко Балкан». И все же основная доля запасных частей – процентов 60 – экспортируется в Пакистан, Сирию, Турцию, Индию. При Советском Союзе эти были основные покупатели на экспорт. Это Восточная Европа, Ближний Восток, то есть арабские страны. Там есть гарантированный рынок сбыта. Последние два года, два-три, в принципе, стараемся делать упор именно на станке импортного происхождения, то есть на детали «Зульсер». Там мы уже прилично создаем конкуренцию китайским производителям, скажем так, венгерским производителям, нашим конкурентам. Сегодня уже мы доказали, что наши продукции пользуются довольно устойчивыми спросами – это раз. Устойчивого качества – это два. Как раз в эти дни на ферме решается судьба еще одного контракта – поставки большой партии деталей в Сирию. Уже год, как работаем вместе, нам, конечно, очень приятно с такими людьми иметь дело и работать. Очень серьезные, деловые. И вот в течение года все, что мы купили у них, все всегда соответствовало по времени и по качеству. Как работаем, так и будем продолжать работать, я думаю, и в лучшую сторону. В 2002 году ПРОЭКО развило еще одно направление – возвращение к жизни выработавшим свой ресурс станкам. Здесь старое оборудование разбирают, делают дефектоскопию всех деталей, по необходимости заменяют запчасти и узлы. После чего заинтересованное лицо получает, не побоюсь этого слова, навехонькую машину по минимальной цене, которая еще долго прослужит своему хозяину. На ПРОЭКО применяют только высоколегированные стали. Вся продукция имеет фирменное клеймо, гарантирующее качество. На предприятии ведутся работы по внедрению системы качества, соответствующие международным стандартам ISO 9000. Это позволит закрепиться на внешнем рынке и на равных конкурировать с зарубежными производителями аналогичного оборудования. Со стороны государства у ПРОЭКО поддержки нет, но, несмотря на многочисленные трудности, оно развивается. Предприятие не только держится на плаву, но и представляет своим работникам социальные гарантии, оплачивает больничный и отпуск, ежегодно выделяет бесплатные путевки в дома отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря. В зависимости от степени риска, все проековцы застрахованы от несчастных случаев. За счет предприятия удалось обеспечить людей обедом. На работу и домой всех доставляет служебный автобус. Особое внимание руководство фирмы уделяет подготовке молодых кадров. ПРОЭКО заключила договор с Чубаксарским профессиональным лицеем. Теперь на производстве осваивают все тонкости и премудрости вытачивания запчастей 9 учеников – станочников широкого профиля. Опытные мастера уже сейчас считают, что растет достойная смена. Может быть, благодаря притоку свежих сил, компании удается увеличивать объемы выпускаемой продукции ежегодно в два раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова